Школьники и их родители в Мирном готовятся к новому учебному году. Считанные дни остались до Дня Знаний 1 сентября. Канцелярия, пособия, форма – это лишь малая часть списка необходимых покупок. Наиболее находчивые уже купили принадлежности во время отпуска или заказывают в интернет-магазинах, потому что считают, что цены на товары для детей в городе слишком завышены. Так, сколько же стоит собрать ребенка в школу сегодня, выясняла Мария Урцева. Каждую осень на прилавках магазинов богатый выбор школьных товаров. Продажи тетрадей, письменные принадлежности, альбомы. Вопрос в другом – по карману ли всем такое разнообразие? Сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу? Примерно начальный класс уходит где-то 2-2,5 тысячи. Это только канцелярия? Это только канцелярия. Помимо городского рынка, ученические принадлежности можно купить и в канцелярских магазинах. Здесь цены немного доступнее. Чтобы собрать ребенка в школу, на одного ребенка приходится от 1,5 тысячи рублей. Это с полным набором канцелярии для школы, тетради, ручки. Но, конечно, ранцы туда еще не входят. Многие мирницы считают цены в торговых точках завышенными и закупаются в отпусках либо в интернет-магазинах. Купила рабочие тетради, только тетради 3,300. У меня сейчас ушло. Портвель 4,500 стоит ребенку в школу, если хороший. Однако сборы в школу не ограничиваются покупкой ручек и тетрадей. Нужно купить и школьную форму. Ну, где-то в среднем выходит, наверное, минимум 1010. Ну, у нас вот, допустим, три блузки, длинный рукав, короткий рукавчик, праздничный, повседневный, колготки вот несколько и сарафан. Особенно не просто приходится многодетным семьям. Им на помощь приходит Управление социальной защиты. Выплата от ведомства составит около 3000 рублей на одного ребенка. Свой вклад вносят и местные власти, проводя различные акции по сбору вещей.